Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Школьный автопарк Кубани пополнился более чем на 120 автобусов. Новый транспорт получили учреждения в 12 районах края. В Сочи будет временно ограничено движение. Перекрытие дорог в центре и Адвере связано с празднованием Дня города. На одной сцене грузинская, армянская, адыгейская и татарская речь. В Сочи состоялся конкурс постановок на этнических языках «Моя Родина». Национальная команда России по легкой атлетике на сборах в Сочи. Атлеты готовятся к зимнему чемпионату страны. Новая эра для российской армии. Одноименный военный технополис в Анапе накануне посетил Владимир Путин. Президента России встречал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев вместе с Владимиром Путином оценил научно-лабораторные корпуса. По сути, военный технополис эра – это армейская силиконовая долина. Здесь будут работать над прорывными технологиями в оборонной сфере от биоинженерии до робототехники. В Анапе уже проходят службу четыре научной роты. «Как зовут? Оператор научной роты Николай Михайлович. Как зовут? Павел. Это Критчузак. Это выжил высшего образования. Я понимаю, что я какой-то. А я два обуза закончил. Какие? Это Московский предтехнический и магистратура – это Лизанский радиотехнический институт. Все-таки у вас специальность какая? Константинство технологического обеспечения машиностроительных производств. Нравится у нас? Так точно. Очень нравится. Здесь есть абсолютно все. Здесь есть кинорежные залы, здесь есть очень много техники, с которыми можно работать, непосредственно заниматься научной деятельностью. Тут самое главное. Так точно. Все хорошее. Кроме этого, в лабораторном кластере разместились 37 предприятий, в том числе офисы таких компаний, как «Калашников», «Сухой», «Уралвагонзавод». Ставку делают на молодые исследовательские команды. На территории инновационного городка смогут жить и работать ученые и военнослужащие. Здесь есть спортивно-оздоровительный комплекс, скрытый бассейн и даже ледовый дворец. Эру построили по указу президента России менее чем за полгода. Школьный автопарк «Кубани» пополнился более чем на 120 автобусов. Новый транспорт получили образовательные учреждения в 12 районах края. Пазы оборудованы современными средствами безопасности, в том числе спутниковой системой «ГЛОНАСС» и кнопкой экстренного вызова. Важно, чтобы дети добирались до школы в комфортных и безопасных условиях, отметил губернатор Вениамин Кондратьев. Отмечу, что в соответствии с потребностями муниципалитетов транспорт приобретен различной вместимости. Данная партия школьных автобусов приобретена за счет краевых и районных средств. Всего 340 миллионов рублей. Сегодня в школах региона работает 1031 автобус. В прошлом году было приобретено 200 школьных автобусов. В преддверии текущего учебного года для школ края мы передали еще 107. Ключи от новых комфортабельных автобусов сегодня вручала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Менькова. Она отметила, что еще три года назад вопрос с перевозкой учеников стоял остро. Школьный транспорт нуждался в обновлении. Острота этой проблемы на сегодняшний момент снята. Мы, конечно, будем эту работу продолжать. Но самое главное, что сегодня на линию уже не выйдут автобусы старше десяти лет. То, что предусмотрено федеральным законодательством, и то, что предусмотрено нормами безопасности. Вот это самый главный вопрос – обеспечить безопасность перевозок. Расширение школьного автопарка продолжится за счет федеральной поддержки и благотворительных программ. Сегодня на школьных автобусах добираются на занятия 50 тысяч учеников. В Сочи будет временно ограничено движение. Перекрытие дорог в центре и Адлере связано с празднованием Дня города. Площадь у Зимнего театра будет закрыта для проезда автомобилей до 13.00 25 ноября. На площади Южного мола – до 15.00 25 числа. В Адлерском районе ограничения будут действовать один день – 25 ноября с 8 до 16 часов. В это время будет перекрыт для движения транспорта участок от пересечения улиц Кирова и Ленина до пересечения Кирова с улицы Богдана Хмельницкого. В связи с этим будет введена временная схема движения автобусов на нескольких маршрутах. Их список вы сейчас видите на экране. Также информация размещена на нашем сайте fkt.com. Кроме этого, 24 ноября с 9.55 до 10.40 в связи с проведением велопробега будут временно перекрыты центральные дороги курорта. На участке от площади Искусств по улицам Арджиникидзе, Театральной, Курортному проспекту до пересечения с улицы Паярка и в обратном направлении по улицам Паярка, Несебрская, Москвина, Арджиникидзе до площади Искусств. Планируется организовать двустороннее движение по улице Нагорная на участке от улицы Театральная до пересечения с переулком Морской. Из-за ограничения движения транспорта будет временно с 9 до 11 приостановлено движение автобусов, следующих по Курортному проспекту. Но при этом 24 ноября транспорт будет ходить до 24.00. Концерты и флешмобы в Сочи в эти выходные с размахом отметят День города. Во всех уголках курорта жители и гостей города ждут различные мероприятия. 24 ноября площадь флага станет территорией молодости, спорта и свободы. Здесь состоится молодежная программа и фестиваль воздушных шаров. Жители и гости города смогут присоединиться к ярким флешмобам, молодежным парадам, смешным и увлекательным квестам. На Новогинской развернется выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества. На площади перед зданием городского собрания Сочи с 11.00 начнется программа «Душевный Сочи». Здесь пройдут мастер-классы для молодых мам, социальные программы для пожилых людей, клубы по интересам, тренинги, а также флешмоб «Поем вместе». Кроме того, все желающие в 13.40 смогут отведать гранд-пиццу по-сочински. На площади перед художественным музеем в 9.30 пройдет парад велосипедов и гонка спортсменов и ветеранов. В 11.00 стартует физкультурно-спортивный праздник, а на площади Южного Мола пройдет фестиваль-конкурс национальных культур «Этно-Сочи». Здесь разместятся национальные подворья, где можно будет увидеть историю Сочи в предметах быта, национальных костюмах, отведать блюда национальной кухни. В рамках фестиваля пройдет дегустация русских блинов и чая. В Зимнем театре в 16.00 откроется городской этап фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Хрустальный петушок». А в 18.00 на площади перед Зимним театром жители и гостей города ждет праздничная концертная программа. С днем рождения курорт поздравят и именитые гости – финалистка телепроекта «Новая звезда» Сьюз Макарян и саксофонист Яков Зиновьев. Любимые хиты исполнят Алиса Мон и экс-солист группы «Нана» Павел Соколов. В течение всей программы лазерное музыкально-пиротехническое шоу кульминацией Дня города станет фейерверк, который в этом году пройдет на двух площадках – на площади флага в 21 час и на площади у Зимнего театра в 22.00. Ну и сегодня же глава города Сочи поздравил жителей и гостей курорта с Днем города. Уважаемые жители и гости курорта, дорогие сочинцы, от всей души поздравляю вас с нашим главным праздником – Днем города. Сочи по праву считается гордостью всей России. Своим трудом мы многого добились. Наш город стал популярным туристическим, спортивным и культурным центром международного уровня. С начала года мы приняли более 5,5 миллионов туристов. Ожидается и насыщенный зимний сезон. Мы умеем встречать гостей, создавать для каждого из них праздник. А теперь пришло время праздновать самим. И именно День города является главным торжеством, демонстрирующим наши общие достижения – славные победы во благо Сочи и его жителей. Этот год стал знаменателен для нас и всей страны проведением грандиозного чемпионата мира по футболу. Миллионы гостей полюбили наш город за его ухоженность и гостеприимство. И это ваша заслуга, дорогие сочинцы. Но не только международным событиями запомнился этот год. Мы построили новую школу «Совет Кваджи» и детский сад в ЛАО. Капитально отремонтировали детскую спортивную школу на улице Паярка. Открыли новую поликлинику для жителей микрорайона Светлана и два офиса врача общей практики в селах Измайловка и Краево-Армянска. Разбили новый сквер на Бытхе. С каждым годом Сочи становится комфортным и удобным для жизни. И это плоды нашего общего труда. В День города принято дарить подарки. И этот год не станет исключением. В каждом районе появится новый сквер. В сердце курорта на Мацесте реализуется долгожданный для жителей проект. Новый грандиозный парк. Мы приготовили для вас насыщенную праздничную программу, где каждый от мала до велика станет частью нашего общего праздника – Дня города. Уважаемые сочинцы, дорогие друзья, я желаю каждому из вас здоровья и благополучия, а нашему любимому городу дальнейшего развития и процветания. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 24 ноября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем 11-13 градусов выше нуля. Стоматология доктора Куликовского, компьютерная 3D-томография, инновационные технологии лечения под микроскопом. Команда профессионалов, которой стоит доверять. Стильные аксессуары в салоне-магазине «Куранты». Брандовые часы – Швейцария, Япония, Россия. Изящные женские, классические мужские, топовые, молодежные. Центральный универмаг напротив ЖД вокзала. Сервис. Опыт. Технологии. Но самое главное – мастерство. Часовой салон-магазин «Куранты». Штрих вашего стиля. Широкий выбор, доступные цены. Ждем вас по адресу. Улица Горького, 53, ЦУМ, 2-й этаж. 8-918-3243. Мамы всей Кубани сегодня также принимали поздравления. В канун праздника, который отмечают в последнее воскресенье ноября, в Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко чествовали представительниц прекрасного пола. 15 многодетных мам были отмечены дипломами и денежными премиями. Призы из рук вице-губернатора Анны Меньковой получили и победители регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Ими стали пять кубанских семей. Анна Менькова передала поздравления от имени губернатора Вениамина Кондратьева и отметила, что в этом году началась работа в рамках национальной программы «Десятилетие детства». Будет реализован ряд важнейших федеральных и краевых проектов, которые направлены на поддержку материнства и детства. К чему бы мы ни стремились в жизни, каких бы успехов мы ни добивались, самое главное предназначение женщины – это быть матерью. Это абсолютно точно, абсолютно верно. И жизнь еще раз каждому из нас это доказывает. То лучшее воспитание, которое мы можем дать своим детям – это любовь. И, конечно, радует, что в нашем крае, на нашей родной Кубани созданы такие традиции семьи, которые может позавидовать любой регион. Самое главное – желаю вам здоровья. Я желаю любви в вашем сердце. Я желаю, чтобы ваши семьи были счастливы, чтобы всегда было мирное небо над головой. Большая работа в крае ведется и с многодетными семьями. Сегодня их более 70 тысяч. Для всех мам, сидящих в зале, выступили лучшие творческие коллективы Кубани. Накануне этой даты сотрудники сочинской полиции поздравили своих мам. Временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела по работе с личным составом Роман Шуляцкий отвечает в УВД за подготовку кадров. Поскольку вся полиция будет работать в выходные в усиленном режиме в связи с Днем города, майор Шуляцкий решил навестить маму чуть раньше. Для нее букет любимых роз. Очень приятно от дорогого человека получать такие прекрасные цветы. Горжусь своим сыном. Напомню, в России День матери будет отмечаться в это воскресенье. Сегодня на одной сцене можно было услышать грузинскую, армянскую, адыгейскую и татарскую речь. В Сочи состоялся гала-концерт, посвященный городскому этническому фестивалю-конкурсу детского творчества «Моя Родина». Конкурс «Моя Родина» проводится в Сочи уже более 15 лет. В этом году сочинские школьники соревновались в двух номинациях – театральное и исполнительское творчество. Сегодня на гала-концерте собрались лучшие, по мнению компетентного жюри. Участники фестиваля представили 14 театральных постановок. Конкурс задуман был с целью популяризации родных этнических языков представителей тех народов, которые проживают на территории города Сочи – армянского, грузинского, греческого, адыгейского и других языков. Потому что у нас уже бывали постановки и на татарском языке, в этом году и на марийском языке. География растет, уровень исполнительского и режиссерского мастерства, хочется заметить, тоже растет. Городской этнический конкурс «Фестиваль Моя Родина» направлен на развитие у школьников интереса к изучению культурных традиций своего и других народов, что так актуально в многонациональном Сочи. Национальная команда России по легкоатлетике на сборах в Сочи. Она готовится к зимнему чемпионату России, который пройдет в середине февраля. 45 спортсменов тренируются на полях Центра спортивной подготовки «Югспорт». В их числе Соченко Екатерина Конева, серебряный призер чемпионата мира 2013 года. Катя вот уже два года с Соченко переехала из Хабаровска. Говорит, жить на Дальнем Востоке, являясь членом сборной России по легкой атлетике, очень сложно. Ведь сборы проходят в разных городах. Чаще всего, конечно, в Сочи. А подготовку спортсменки – самое серьезное. Хотелось бы попасть на Олимпиаду, на которую нас не допустили. И хочется, конечно, чтобы уже появился допуск для легкоатлетов, для большей части сборной нашей по легкоатлетике. И готовиться к Олимпийским играм. Здесь же, на стадионе Центра «Югспорт» тренируется Иван Ухов, российский прыгун в высоту, олимпийский чемпион 2012 года. Как и все другие легкоатлеты, ждет допуск к международным соревнованиям, чтобы встать в один ряд с сильнейшими спортсменами мира. Конечно, перерыв в три года для сборной команды России по легкой атлетике – трудный психологический период. Ну а как настоящие бойцы, российские спортсмены не сдаются и продолжают усиленно заниматься. Но мы должны быть готовы выйти на международную арену и показать, что легкая атлетика в России жива, что она не только не опустилась ниже своего уровня, но и осталась на хорошем уровне, чтобы создать конкуренцию ведущим командам мира. На одном поле и опытные спортсмены, и молодые. Они входят в спортивный резерв сборной. Здесь же тренируются и юные сочинские спортсмены. Результат таких совместных тренировок – огромное желание ребят заниматься спортом. К слову, в Сочи легкая атлетика увлекла более пяти тысяч сочинцев. Гелена Овсецова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.